Закон об областном бюджете на 2016 год бесспорно является наиболее важным для всего региона. По нему предстоит жить весь следующий год. Основные параметры бюджета утверждены в первом чтении и сейчас, при подготовке документа к рассмотрению во втором, его выносят на обсуждение общественности. В публичных слушаниях приняли участие сами депутаты, представители регионального правительства, министерств и ведомств, муниципальных районов, общественных организаций и объединений. Проект бюджета вместе со всем необходимым пакетом, документом, представлен в Думу в соответствии со сроками, установленными законодательством и требованиями бюджетного процесса. 17 ноября решение бюджетного комитета проекта областного бюджета на 2016 год принят к официальному рассмотрению. Как видим, на федеральном уровне он однолетний, спланирован на один год. Как сообщил председатель облдума Аркадий Фомин, сейчас весь депутатский корпус активно работает над подготовкой бюджета ко второму чтению. Стоит отметить, что впервые за последние годы депутатами был утвержден бездефицитный бюджет. Это позволит снизить госдолг и стабилизировать экономическую ситуацию в регионе. Первый зампред правительства Сергей Самохин отметил, что принятие бездефицитного бюджета – одно из условий исполнения соглашений с Министерством финансов России, которое область приняла на себя при получении бюджетных кредитов. Согласно этим условиям, государственный долг в 2016 году составит 27,3 миллиарда рублей или 83% к собственным доходам. А долг по рыночным заимствованиям не превысит 50% от собственных доходов. После выступления докладчиков, на котором представители Министерства финансов и Минэкономразвития подробно описали сценарий распределения бюджетных средств и общую картину развития региона в следующем году, участники слушаний задали интересующие и волнующие их вопросы. Светлана Владимировна, я хотел бы вам задать вопрос. Я его не задал тогда, когда мы проводили на первой стороне комиссии. Вот все-таки роль вместо наших инвесторов, доля наших самопоступлений от инвестиций. И особенно в той части тех компаний, которые мы оказали на нашу финансовую компанию. Боя инвестиций в экономику региона, что в промышленности, что в социальную сферу, она главной своей целью для нас, для государственного органа власти имеет. Это вовлечение населения в трудовой процесс. Когда человек, устроившись на новое предприятие, либо на предприятие, которое расширило до сферы своей деятельности, оно начинает получать доходы. Значит, растут реальные денежные доходы в населении. Следом растет потребительский спрос на товары, работы, услуги. И, соответственно, на этот вызов, когда растет потребительский спрос, наши предприятия региона, которые выпускают товары, работы, услуги, они начинают производить их больше. Именно после этого эффекта, когда растет производство товаров, работ и услуг, мы начинаем больше получать доходы в наш бюджет. Вот здесь вот говорилось об исполнении майских указов в следующем году. Но я хотела бы задать вопрос Сергею Алексеевичу, что может быть как-то поподробнее эту тему развить. Потому что мы все знаем, что в 2016 году будет изменяться методика подсчета средней заработной платы. И вот скорее всего, что средняя заработная плата будет ниже в 2016 году, чем в 2015 году. И вот здесь вот как пропорции по дорожным картам будут соблюдаться? Если раньше расчет был от среднемесячной заработной платы по экономике, то сейчас будет это все рассчитываться от среднемесячного дохода от трудовой деятельности. То есть это более справедливая схема, когда бюджетники наши, для кого и направлено это все, они будут в более любых условиях. В 2016 году будет продолжена практика стимулирования и поощрения органов местного самоуправления. В целях стимулирования муниципальных образований к принятию мер по увеличению собственных доходов местных бюджетов, в областном бюджете предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов. Объем средств увеличен до 20 миллионов рублей. Муниципальное образование наше сегодня – это, как правило, территории, удаленные от региональных центров. Но что мне бы хотелось отметить в современном бюджете, который мы широко с вами обсуждаем? Там учтены все вопросы, которые нужно сделать сегодня и завтра. И мы еще говорим о какой-то перспективе. Порядка 200 миллионов, которые выделяются в областном бюджете для этих целей, они очень эластично рассматривают задачи муниципальных образований. Там отражено, что необходимо в рамках уже решенных вопросов поддерживать уровень социального проживания в этом проекте. Вот это очень важно, что мы не идем вниз, не падаем, поддерживаем то, что есть. В ходе слушаний было отмечено, что бюджет на 2016 год сохраняет свою социальную направленность. Доля социальных расходов составит 74%, наиболее важные из которых определены указом президента Российской Федерации. Подготовка главного документа региона велась в условиях новых экономических реалий, для которых характерны замедление темпов роста собственных доходов бюджетов всех уровней. Другая особенность проекта бюджета – формирование его в программном формате. На мероприятия 18 государственных программ и 11 ведомственных программ приходится 94,5% расходов бюджета.